То, что мы играем, и есть сама жизнь, сказал Луи Армстронг. И согласитесь, слушая джаз, чувствуешь себя живым и настоящим. Особенно, когда он звучит в исполнении великолепных музыкантов в историческом месте. Да, на самом деле это финальный концерт, который сам по себе перерос в первый нистру джаз-фест. Но это финальный концерт проекта «Воисис оф Молдова». Я очень рада, что у нас вместе с Марией Андреуцци это получилось. И это только благодаря всем тем, кто участвовал. Каждому, кто участвовал и в организации, а также концертная группа. Спасибо огромное всем. И я очень надеюсь, мы не потеряем связь. Мы будем петь все вместе, играть все вместе на протяжении всего года. И встретимся обязательно здесь же, в Вендерской крепости на следующий год. Идеей всего концерта было объединение двух берегов под эгидой музыки красивой, под эгидой джаза, под эгидой творчества. Потому что изначально сам проект для нас, рабочее название, было «Кантотерапия». То есть это люди, которые не имеют абсолютно профессионального образования музыкального, которых джета на наших концертах учит петь. И тем самым эти люди получают удовольствие и раскрепощаются, тренируют свой голос. Это снимает очень много комплексов. То есть это абсолютно дает другие горизонты для творчества и ощущения себя в мире. Участниками музыкального проекта «Войсы соф Молдова», а также первого «Нистру джаз-фестиваля» в стенах древней Бендерской крепости стали музыканты с обоих берегов Днестра. Джета Бурлаку, Кристофор Алдя Теодорович, Квинтет Либерти, аккомпанемент джаз-степ-оркестра под руководством Петру Харуца. Как всегда замечательно, такой синтез преднестровского зрителя, Джета Бурлаку, Феодоровича, все очень замечательно, все душевно. Мы не впервые работаем с этими людьми, с этими музыкантами. Нам знакома атмосфера общности такой. И поэтому мы в очередной раз получили море удовольствия, побывав и в крепости, и побывав на сцене, ну и запланировав еще ряд мероприятий совместных. Это был эксперимент для нас, потому что для этого вечера мы выбрали не очень известные композиции. Но меня радует, что публика реагирует очень хорошо, эмоции фантастические. Я собрал свои любимые песни, и слушатели это почувствовали. Все как в семье. Если даришь много любви, ты получаешь ее взамен. По-моему, я нашла рецепт идеального воскресенья. Это вечер, это друзья, это свежий воздух и обязательно хорошая музыка. Отдельного внимания заслуживает публика. Люди наслаждались каждой минутой, пропускали музыку сквозь себя, танцевали и благодарили артистов. Нам очень понравилось, мы на самом деле очень любим данную музыку. Мы в восторге, хорошо играли музыканты, очень понравился коллектив из Тирасполя, настоящий такой олдовый просто джаз. Это просто супер, я еле усидела на месте. Супер, супер, молодцы, да. Чаще надо такие фестивали делать, не раз в году, а хотя бы два раза, два, три в году делать такие праздники. Я с мамой, она приехала из России, я вот решил ее вывести, показать Бендерскую крепость, когда она была здесь в прошлый раз. Крепость еще не была так открыта. А кто больше любит джаз? Мама или вы? По-моему, мама впервые слушает джаз в своей жизни. Так что я. Нам все нравится. Мы были в теме именно джазов-исполнителей Молдавии. И для нас прекрасная возможность именно сегодня вживую послушать, пощупать и почувствовать хорошую музыку. Спасибо вам огромное. Прекрасная публика. Мы очень... Я очень часто играю в Тирасполе, в Бендерах-Реже, но в Тирасполе играю очень часто. Всегда очень теплая публика. Всегда потрясающий прием. И чувствую себя очень комфортно на сцене. Здесь более развивается джазовая школа. То есть джаз здесь более близок. Джаз здесь больше воспринимают, его слушают, его понимают, его любят. Завершился Нистру джаз-фестиваль потрясающим зрелищем, огненным шоу и праздничным салютом. А для всех, кто очень хотел, но по каким-то причинам не смог попасть на этот праздник джаза, хорошая новость. Нистру джаз-фестиваль продолжит свое существование и, как заявляют организаторы, расширит географию.